Друзья, рада приветствовать вас на своем канале Как Вязать. Сегодня с вами будем вязать крючком вот такой прелестный узор. Не могу с вами не поделиться, возможно кто-то из вас уже вязал этим узором какие-то вязаные изделия. Он очень универсален, за счет вот этой структуры узора создает очень красивый рельеф. Отлично подойдет как для кардиганов. Для интерьерных решений это просто замечательный узор. Пледики, подушечки, жакеты отлично смотрятся, даже целое пальто. Вязать очень просто, несмотря на изысканный вид этого узора вязать просто. Вяжу крючком и ниточки в 50 граммах, примерно 90 метров. Делаем вот такое колечко. И я буду сейчас вязать цепочку. Нужно набрать четное число петель. Я для своего образца наберу 22 петельки для цепочки. И еще одну петельку подъема я провяжу. И сейчас смотрите, первую петельку я пропущу. И вот во вторую начинаю, продеваю крючочек и провязываю столбики без накида. И так продолжаю. В каждую петельку провязываю столбик без накида. И так мы до конца ряда провязываем. Я довязала до конца ряда. Вот что у меня получилось. Делаю 2 петельки подъема. Для подъема. И разворачиваю вязание. И теперь смотрите, вот эту петельку я пропускаю. И начиная вот со второй, делаю накид и провязываю столбик с накидом. И продолжаю вязать столбики с накидом в каждую петельку. И так до конца ряда вяжу столбики с накидом. Вот что у меня получается. До конца ряда довязываем. И смотрите, теперь что очень важно. Вот в конце я провязываю в последнюю петельку столбик с накидом. Чтобы у вас был ровненький край. Набираю одну петельку подъема, разворачиваю вязание. И теперь вяжу в каждую петельку, начиная с первой, столбики без накида. В каждую петельку мы вяжем с вами. И так до конца ряда. И посмотрите, еще что важно. Вот я в конце ряда, и сейчас нужно во вторую петельку провязать еще один столбик с накидом. Чтобы край был ровненьким. Вот получилось у нас что. Две петельки подъема я провязываю. Разворачиваю вязание. И теперь пропускаем первый столбик. Вот этот мы пропускаем. Вот у нас второй столбик. И смотрите, что мы делаем. Накид и под него вот так провязываем столбик с накидом. И смотрите, я ниточку подтягиваю, вытягиваю. И столбик с накидом провязываем. Вот. Смотрите, теперь вот мы провязали здесь столбик с накидом. В него мы ничего не провязываем. А в следующую петельку мы снова провязываем столбик с накидом. Вот в верхушечку. И теперь ищем следующий столбик. Вот в этот мы провязали. Теперь в следующий. Под него мы будем провязывать снова столбик с накидом. Накид. И под него провязываем столбик с накидом. Вытягивая нить. Вот так подтягивая. И так чередуем до конца ряда. В верхушку и под столбик. В верхушку и под столбик. До конца ряда. Вяжется очень просто. Несмотря на всю красоту узора, вязание его очень элементарное. А изделие получится очень шикарным. И смотрите, я вот в конце уже ряда. Вот такая красота у нас получается. Посмотрите. У меня вот есть уже один столбик с накидом в верхушечку. И нужно еще такой же связать. В последнюю петельку. В верхушку. Мы вяжем еще один столбик с накидом. Плюс одна петелька подъем. И в каждую петельку, начиная с первой, мы сейчас будем провязывать по столбику без накида. В каждую петельку до конца ряда. Да. И не затягивайте, когда вы вяжете вот столбики без накида, не затягивайте вязание. И в последнюю петельку, вот во вторую, нам нужно провязать еще один столбик без накида в конце. Плюс две петельки подъема. Разворачиваем вязание. И смотрите, вот у нас вот в этот столбик нам нужно сразу же, смотрите, вот верхушечка, да, и мы делаем столбик с накидом в верхушечку, провязываем. И далее под следующий столбик с накидом делаем, вяжем столбик с накидом. И так далее чередуем в верхушечку, в петельку верхушечки столбика и под столбик. Так формируется наш узор. Да, и не забывайте вытягивать ниточку, чтобы у вас было, не скручивалось ваше вязание, а было прямым, выпрямленным. Так будет создаваться красивый рельеф. Вот посмотрите, какая красота. Дальше вы просто будете чередовать. Вот я в конце. Нужно связать в последнюю верхушечку столбика столбик с накидом. Вот такая красота получается. Одну петельку подъема, разворачиваем вязание и в каждую петельку, начиная с первой, мы провязываем столбики без накида. В каждую петельку и так до конца ряда. Вот я в конце ряда, и мне нужно еще во вторую петельку провязать столбик без накида. Далее две петельки подъема. Разверну вязание и будем сейчас дальше формировать наш узор. Вот этот столбик, в него мы сейчас под него свяжем столбик с накидом. Ниточку не забывайте вытягивать. А в следующий столбик, в верхушечку, мы свяжем снова столбик с накидом. И так чередуем. Вяжем столбики с накидом. Сначала под столбик подхватываем ниточку, а затем в верхушечку следующего. И так до конца ряда. Это все, друзья. Узор очень легкий, как вы видите. Продолжаем вязать столбики с накидом до конца ряда. Не затягивайте вязание, вытягивайте ниточку хорошенько, равномерно. Вот я в конце ряда. И мне нужно провязать еще один столбик с накидом в последнюю петельку. Далее петелька подъема, развернули вязание. И в каждую петельку мы будем провязывать по столбику без накида. В каждую петельку до конца ряда. Вот я в конце ряда. И нужно провязать еще в конце во вторую петельку столбик без накида, чтобы ровненький край был. Теперь я набираю 2 петельки подъема, разворачиваю вязание. И продолжаем вязать столбики с накидом в верхушечку. И под следующий столбик мы вяжем столбик с накидом. И так чередуем в верхушечку и под столбик. В каждый столбик мы провязываем в следующий столбик с накидом. Только в одну верхушечку столбика, а в следующую под сам столбик мы заводим крючочек и протягиваем нитку. Это все. Вот и вся сложность этого узора. Он очень легкий. Смотрится очень красиво в разной цветовой гамме. Вот я связала образец в желтом цвете. Очень красиво и нежно смотрится. В сером цвете очень элегантно, оригинально смотрится. Просто по-новому заиграл узор. Посмотрите, какая прелесть. Дальше вы просто повторяете. Первый, второй ряд. Просто повторяете. Я вам показала несколько раз, как формируется узор. Я думаю, вы поняли, как его вязать. И обязательно попробуйте связать себе какое-то изделие. Обязательно этим красивейшим узором. Друзья, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все мои видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok